В эфире «Ваше право» – программа для тех, кто, несмотря ни на что, готов отставить свои права. В студии Инна Румянцева. Здравствуйте! Согласно действующему в Российской Федерации законодательству, все граждане наделены правом на обращение в органы прокуратуры. Ситуации, побудившие это сделать, могут быть самыми разными. Но обязательным условием остается одно – заявление должно содержать сведения о нарушениях законов, прав и свобод человека. Когда же следует обращаться в органы прокуратуры? Как правильно оформить жалобу? Рассмотрят ли там анонимные обращения? Об этом и многом другом пойдет речь в сегодняшнем выпуске. А консультировать нас будет прокурор Ленинского района города Самары Алексей Раздевилов. Добрый вечер, Алексей Валерьевич! Здравствуйте! Ну, прежде всего, скажите, какие нормативно-правовые акты регулируют порядок подачи и рассмотрения обращений граждан в органы прокуратуры? Ну, прежде всего, это федеральный закон от 2 мая 2006 года, номер 59 ФЗ о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации. Также, безусловно, регламентирует это еще и федеральный закон о прокуратуре от 17 января 1992 года, да, и в соответствии даже с статьей 10 данного закона, в ней прописано, что в органах прокуратуры разрешаются обращения, иные заявления граждан, содержащие сведения о нарушении закона. Основным подзаконным актом в органы прокуратуры, который регламентирует работу с обращением граждан, это является инструкция о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органы прокуратуры Российской Федерации. Значит, инструкция регулирует рассмотрение не только обращений граждан, да, но и также порядок рассмотрения парламентских запросов членов федерального собрания, членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, значит, о полномоченном по правам человека, значит, и иных должностных лиц. Вот, как бы вот этими документами. А кто может обратиться в прокуратуру? Я имею в виду, вот есть ли ограничения по возрасту, обязательно ли наличие гражданства Российской Федерации? Нет, здесь предусмотренный вот порядок федеральным законом номер 59 ФЗ, он регламентирует, что обратиться в органы прокуратуры может любой гражданин, соответственно, либо иностранный также гражданин, либо лицо безгражданства, за исключением тех обращений, для которых федеральным законом предусмотрен, федеральным законом, федеральным конституционным законами, международным декором предусмотрен иной порядок рассмотрения. Ограничения по возрасту в данном случае никакого нет, за исключением того, что в интересных несовершеннолетних могут обратиться законные представители. Это, например, родители, усыновители и так далее. То есть несовершеннолетний не может обратиться сам? Законные представители, либо родители могут в интересные сферы обращаться. Какими могут быть обращения? Личные, коллективные? Обращения гражданам могут обращаться, конечно же, лично, а также с письменными обращениями в организатору, либо с обращением фонда в форме электронного документа. Я немножко не об этом хочу спросить. Я читала, что возможно подать заявление, жалобу, ходатайство, предложение, запрос, о котором вы уже упоминали. Есть ли в этих обращениях существенные какие-то различия? Самое главное, сами граждане, подающие то или иное обращение, они должны улавливать, понимать разницу? Существенных отличий данных обращений нет. В принципе, это все, что вы перечислили, является обращением. Обращение. Да. И, в принципе, здесь суть этих обращений в самом обращении. То есть, что... То есть, неважно, как называется оно по сути. Главное, правильно его подать, вот это обращение. Что, допустим, лицо, которое подает обращение, что хочет по результатам его рассмотрения получить. Если это, допустим, восстановить свои какие-либо нарушенные права и свободы, но, понятное дело, жалоба на какие-либо действия должностных лиц, там, иных лиц, вот, если получить какие-либо сведения, либо документы, ну, понятное дело, запрос, да, вот, либо то же самое ходатайство, о котором вы упомянули, это, как правило, если обращаются о проведении каких-либо следственных действий, либо оперативных, там, раздавных мероприятий, это в рамках уголовного судопроизводства по уголовным делам. Вот. То есть, в принципе, как бы вот... То есть это по содержательной части уже касается, как бы, да? Да, если, как бы, лицо, насколько оно понимает, что это за заявление... Ну, можно написать, что это ходатайство. Да, на порядок разрешения обращения это никак не влияет. Никак не влияет. Ну, теперь вот давайте как раз о форме поговорим. Как должен быть оформлен этот документ, подан? Лицо может обратиться в органы прокуратуры, это, во-первых, с устным заявлением, да, либо с письменным обращением, и я, как уже сказал, в форме электронного документа, да. Значит, в письменное обращение гражданина должно, в принципе, обязательно содержать, ну, значит, наименование того органа прокуратуры в данном случае, да, в которое оно адресуется, значит, фамилия, имя, отчество либо должностного лица, там, руководителя, либо должность, соответственно. Вот. Существенно, конечно, же должно быть обязательно в порядке указано фамильное отчество самого заявителя. А вот паспортные данные, то есть место проживания, какие-то вот такие личные сведения? Почтовый адрес обязательно должен быть указан, по которому будет направлен либо ответ заявителю на данное обращение, либо уведомление о переадресации обращения, если, допустим, в инорый орган, в компетенцию которого входит рассмотрение данного обращения. Ну, безусловно, существо самого обращения, по какому вопросу обращается. Необходимо также, чтобы была указана дата этого обращения и, соответственно, подпись заявителя. Вот. Если также лицо хочет приложить какие-то либо документы, подтверждающие доводы обращения, то, соответственно, это в приложении может приложить либо сами документы, либо копии документов. Что касается электронного документа, практически те же самые требования, но там, конечно, обязательно должно быть фамилия и имущество лица, которое направило, и электронный адрес, по которому, знаешь, будет дан ответ, либо уведомление о переадресации. Либо почтовый адрес может быть указан, если, допустим, на данное обращение лицо желает получить ответ в письменном виде. А вот все-таки анонимное обращение будет рассмотрено в прокуратуре? Да. Если в обращении не указана фамилия лица, либо, соответственно, почтовый адрес или электронный адрес, ну, почтовый адрес, то на данное обращение ответ не дается. Ну, это понятно, некому ответить. А рассмотрено-то будет? Вот. Раз будет рассмотрено, оно рассмотрено будет, да. Оно будет приобщено к материалам надзорного производства, либо номенклатурное дело, которое у нас... Ну, согласитесь, ведь анонимное сообщение может иметь разное содержание. Да. Вдруг там очень важные сведения, которые требуют внимания прокуратуры. Если сведения имеются в обращении, которые сведеют о готовящемся, совершаемом, либо совершенном каком-либо противоправном деянии, то, соответственно, такое обращение органам праватуры будет направлено в полномочный орган. В корзину для мусора не положит? Нет. В компетенцию которого данные вопросы относятся. Вот. И, конечно же, обращения в этом случае, они могут быть, если они будут направлены в полномочный орган, они могут быть с контролем, либо без контроля. Ну, вот все-таки, за решением каких вопросов и проблем могут обратиться граждане в прокуратуру? Ну, вообще, в принципе, в большинстве случаев, да, для многих граждан органы прокуратуры становятся чуть ли не последней инстанцией, где они могут восстановить какие-либо свои нарушенные права, да. Поэтому перечень вопросов достаточно очень широкий и примерно как бы регламентирован в пункте 2, части 1 статьи Федерального закона о прокуратуре. Но это в большинстве случаев, конечно же, на несоблюдение законов и каких-либо нормативных актов, либо на нарушение права свобод, ну, соответственно, граждан, да, в большинстве случаев. А так по любым вопросам, по несоблюдению законов и судебным приставам и то же самое. Ну, конечно, не жалобы о том, что голова болит или соседи спать не дают. Хотя, кстати, и на соседей, наверное, можно пожаловать, да? Потому что есть такие, которые просто уже мешают жить, на самом деле. Можно с этим? Есть такие факты. Можно с этим тоже к вам обращаться? К нам обращаются с различными вопросами. Это просто пример из жизни, да? Я хочу вас спросить сейчас, пользуюсь такой возможностью. Когда люди вынесли решение этого конфликта уже в судебную плоскость, но ситуация не сдвигается с места, потому что просят каких-то фотоматериалов. Понимаете, если соседи пытаются чуть ли не сломать дверь, да, и предлагается какой-то фотодокумент, подтверждающий вот такое поведение, но это же невозможно. Просто страшно открыть дверь такому агрессивному соседу, как доказать. И бесконечно вызывается милиция, да, вот эта вот тяжба такая очень длительная, и люди в отчаянии, и спрашивают, а как быть, а можно ли в прокуратуру? И у меня возникла такая мысль, что, может быть, приобщить все бумаги, какие-то доказательные базы, вот это все копии из судебных инстанций, и, естественно, обратиться в прокуратуру. Нет, любое обращение, конечно, любое обращение, это, во-первых, как бы в любом случае является основанием при наличии их таковых для применения мер каких-либо реагирований с нашей стороны. Вот, в любом случае, как бы, оно будет рассмотрено, приняты меры, если они возможны в данном случае. Конечно, каждый случай является частным. Безусловно. Как поступят с обращением, которое содержит вопросы, а решение этих вопросов не входит в компетенцию органов прокуратуры? Ну, такие обращения письменные, значит, направляются, соответственно, если устанавливается, что это выполномоченное разрешение данных обращений иной какой-либо орган государственный, то в течение 7 дней с момента регистрации данное обращение будет направлено по компетенции в тот орган. Но решение вопроса будет под контролем прокуратуры? Да, как я уже говорил, это, как правило, мы можем направить его с контролем, соответственно, по результатам рассмотрения тем органов, которые он будет направлено, нам обычно направляют информацию. Это очень важный нюанс, согласитесь. Обязаны направлять информацию о результатах рассмотрения. И мы уже смотрим о достаточности принятых мер этим органам. А допустима ли пересылка жалобы в орган или должностному лицу, решения либо действия, которых обжалуются? Такой момент тонкий очень. Да. Ну, вообще пересылка жалобы в органы или должностному лицу, на которых обжалуются, она запрещается. Единственное, что в данном случае пересылка может быть в том случае, если руководителю данного органа, если именно обжалуются действия его подчиненных. Чтобы сам руководитель принял меры по этой ситуации. Существует ли гарантия безопасности гражданина в связи с его обращением в прокуратуру? Потому что, как мы уже говорили, разные могут быть сведения в его обращении. Ну, к гарантиям в данном случае можно отнести то, что при рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в данном обращении. Либо, соответственно, сведения о частной жизни лица, который обращается. О самом заявителе. Да. Вот. А также, ну, без их согласия, конечно. Вот. Также запрещается пришлет на гражданину в связи с обращением. Да. Ну, к гарантиям то, что оно будет рассмотрено, это тоже гарантировано. Какие права и обязанности получает гражданин, который принес свое заявление в прокуратуру? Обратившись к гражданину, ну, во-первых, конечно же, он может представлять по своему обращению дополнительные какие-либо материалы, да, сведения, значит, либо он может ходатайствовать об истребовании таких материалов из там... То есть, интересоваться, как вы там контролируете этот вопрос, по которому я обратился, да? Ну, и контролировать. Он, во-первых, там тоже знакомится может с материалами проверки. Вот. Ну, касательно, конечно, именно существа обращения, не затрагивая интересы, права и интересы там других лиц. Вот. Значит, безусловно, получать письменный ответ на обращение, либо уведомление о том, что его заявление переадресовано в какой-то другой орган. Значит, безусловно, с жалобой обращаться на действия должностных лиц, которые вот его обращение, допустим, рассматривают, либо ненадлежащие... Очень медленно, как ему кажется, да, и он может об этом тоже сообщить. Да, ну, это либо, допустим, в судебном, либо в административном порядке. Вот. И также может там ходатайствовать о прекращении рассмотрения обращения, если там от болеет. А обязанности какие? Обязанности, в принципе, федеральный закон 59 ФЗ, да, наш, он, в принципе, требования предъявляет, ну, обязанность, как обязанность, да, именно к, знаешь, самому требованию, к самому обращению. То есть, о котором я уже говорил, да, что обязательно фамилия, имущество, адрес и тому подобное. Вот это вот обязательно. Ну, вкратце нам скажите, все-таки, каков алгоритм рассмотрения обращения граждан, работникам прокуратуры, я имею в виду сроки, форма ответа, ну, про форму ответа вы, кстати, сказали, вот в какие сроки все это происходит? Ну, значит, поступающие в органы прокуратуры заявления, жалобы, обращения, они, во-первых, по регистрации рассматриваются в порядке и сроки, предусмотренные вот этим федеральным законодательством. Федеральный законодатель устанавливает срок регистрации обращения в органы прокуратуры, там, на них в течение трех дней, с момента поступления оно должно быть зарегистрировано. Вот, значит, по сроку для, необходимый для рассмотрения обращения, если не требует дополнительной какой-либо проверки, вот, то, если не требует дополнительной проверки, 15 суток, вообще, если, как бы, положено, необходимая проверка, на случай, то 30 суток с момента регистрации данного обращения в органы прокуратуры. Вот, если срок рассмотрения обращения, знаешь, истекает в выходной, либо праздничный день, то в данном случае днем окончания рассмотрения обращения, разрешения обращения, будет следующий за ним рабочий день. Вот, при, в исключительных случаях, если необходимо, знаешь, затребованы каких-либо дополнительных материалов в проведении проверки, то этот срок может быть продлен прокурором, либо заместителем, но не более, чем на 30 суток. Это, я как уже сказал, в исключительном случае, да, с обязательным уведомлением об этом заявителе, вот, ну и, соответственно, указанием тех мер, которые принимаются. Принимаются. Когда люди задают мне вопросы о том, как обратиться в органы прокуратуры, я часто слышу какую-то робость и сомнения в голосе. Многим кажется, что у вас их никто не ждет, и, обратившись к вам, они зло потребят своим правами. Вот, сегодня развеется, наконец, эти сомнения? Насколько сами работники прокуратуры заинтересованы в том, чтобы граждане обращались? Ну, вообще, поступающие в органы прокуратуры жалобы важны, наверное, даже и не только для заявителей, но и для системы прокуратуры в целом. Поскольку, в принципе, это какое-то, можно сказать, двустороннее сотрудничество, да. Во-первых, заявители таким образом могут восстановить свои нарушенные права. Во-вторых, они, значит, нам дают информацию о какой-либо проблеме, актуальной теме, злободневной, да, либо о том, где нарастает какая-то проблема, и действительно, когда же может нам касаться не именно этого заявителя, который обращается, да, вообще в целом, там, людей. Вот. И это нам, конечно, дает возможность своевременно отреагировать, либо там спланировать проведение какой-либо проверки, вот, чтобы в дальнейшем это все притечь, предупредить, чтобы таких, во-первых, каких-то моментов не возникало. Поэтому это очень важная функция нашего общества. Ну, вот в том-то и дело, не надо родиться, не надо сомневаться, есть потребность обратиться в органы прокуратуры, пожалуйста, обращайтесь. Компетентное лицо вам об этом говорит. Вас там ждут и вас заинтересованы. Есть ли ваше обращение по существу, конечно же, а не просто поговорить. Потому что такие тоже бывают визитеры, я знаю, отрывают вас от важных дел, и вот это нежелательно. Сколько обращений от граждан поступило в прокуратуру Ленинского района в 2019 году? И о чем были эти обращения? Ну, в течение 2019 года в прокуратуру Ленинского района поступило свыше 2200 обращений. Ох, немало. Да, половина этих обращений, почти половина, она была разрешена на нами. Там каждое десятое обращение удовлетворялось. То есть обоснованные действительно есть обращения, очень много таких. В основном на что жалуются? По актуальным вопросам, это в большинстве случаев, да, это у нас вопросы жилища коммунального хозяйства. Причьи в языцах, как говорится. Да, они, в принципе, очень присущи для центра города, для Ленинского, Самарского района. Трудовые права граждан, да, которые зачастую все-таки у нас еще допускаются нарушения, в том числе и по выплате зарплаты, там, никого-то незаконно уволили. То есть такие тоже рассмотрения есть по пенсионным вопросам, в отношении соблюдения прав несовершеннолетних тоже были. То есть темы самые разные и при вашем участии проблемы это чаще всего разрешаются? Стараемся, по крайней мере, стараемся, органатура на это нацелена. Алексей Валерьевич, наше эфирное время подошло к концу. Я благодарю вас за участие в программе. Напомню, сегодня нашим гостем был прокурор Ленинского района города Самары Алексей Радивилов. Очередной выпуск программы «Ваше право» смотрите в следующую среду в 21.00 на телеканале Терра. А все записи представлены на нашем сайте, это rkterra.ru и доступны в любое удобное для вас время. На этом я с вами прощаюсь. Берегите себя.